Этот выпуск новостей недели мы посвятим русским автозаводам. Благо, отечественный флагман АвтоВАЗ дал много пищи для размышлений своей большой пресс-конференции с последующими изменениями и дополнениями. Подтверждены ближайшие планы, намечены новые. Хочешь не хочешь, а модельный ряд нужно модернизировать и поддерживать. В том числе и классическую Ниву, которую в ближайшие годы не удастся отправить на заслуженный отдых. А ещё АвтоВАЗ решил встроиться в неизбежный процесс освоения российского рынка китайскими брендами и в качестве не наблюдателя, а участника, взяв в собственность бывший завод Ниссана для сборки тех самых китайцев. Тем временем главную часть петербуржского автомобильного кластера, заводы Хионде, ждёт переформатирование. Персонал головного сборочного конвейера сокращают, но кузовное производство заработало и отправляет продукцию в Казахстан. О том, что АвтоВАЗу удалось закончить 22-й год с небольшой прибылью в полтора с лишним миллиарда рублей, мы рассказывали на прошлой неделе. В 23-м году прибыли, вероятно, не будет. Впереди сложный перезапуск производств и грядущее списание оснастки для выпуска автомобилей Рено и французского двигателя HR16. Идея делать Дастер под маркой Lada окончательно похоронена, поскольку даже не попавшие под санкции компоненты АвтоВАЗ вынужден буквально добывать. В октябре компания получила отказ в поставке сразу 350 импортных деталей для Ларгуса, и перезапуск его производства, запланированный было на зиму, пришлось перенести на осень. В частных разговорах с журналистами канала АвтоВАЗ работники завода говорят, что даже этот срок — крайне амбициозная задача, но официальный рестарт Ларгуса по-прежнему назначен на сентябрь. Из всего наследства Рено в гамме останется только семейство B-класса под заводским кодом XJ0. Напомним предысторию. Ещё пару лет назад предполагалось, что АвтоВАЗ уже к 2025 году откажется от всех собственных моделей, включая Гранту, Весту и обе Нивы, и перейдёт на платформы альянса Рено-Ниссан. С 2023 года предполагалось выпускать в Тольятти Рено Логан третьего поколения, а с 2024 года на конвейер должна была встать его удешевлённая версия под маркой Lada — условная Гранта 2 с вазовским мотором. Из-за санкций машину пришлось серьёзно перепроектировать, но отказываться от почти готового проекта АвтоВАЗ не хочет. Что касается Весты, то ещё в позапрошлом году стало известно, что в отставку эту модель отправят не в 2025, а в 2028 году. Теперь же очевидно, что и этот срок пересмотрен. Снимать с производства ни нынешнюю Гранту, невесту сейчас уже никто не собирается. Однако завод Лада Ижевск на какое-то время станет поставщиком комплектующих. Не вешаем замок на этот завод. Мы планируем использовать это как наш актив. Резерв по мощности. И помимо планов по запуску Еларгуса, в любом случае у нас есть и планы по использованию этой площадки для наших проектов третьей и четвёртой очереди. Придёт время, мы их анонсируем. Большая стратегия АвтоВАЗа будет представлена Совету директоров в феврале. Хотя её контуры примерно ясны. Инвестиционная программа на 2023 год свёрстана на 40 миллиардов рублей. Их потратит на первоочередные задачи. На более широком горизонте до 2025 года спланированы переднеприводный кроссовер на существующей платформе Весты и упомянутый сменщик Гранты. Итого — 60 миллиардов. В конце 2024 года АвтоВАЗ собирается приступить к разработке уже реальных новинок на другой — собственной платформе. Вот это и есть проекты третьей и четвёртой очереди, о которых говорил Максим Соколов. К слову, на разработку платформы с нуля в индустрии принято тратить от полумиллиарда долларов и выше. И способов срезать углы на этом пути у АвтоВАЗа не просматривается. Мы уже рассказывали, что проект совершенно новый до старообразной Нивы 3 закрыт. Замену ему ещё только предстоит придумать. Поэтому жизненный цикл классической Нивы продлён до 2030 года. Машину ждёт серия модернизаций. Легендарному внедорожнику предстоят несколько этапов улучшений. Ответственным разработчикам назначено подразделение Lada Sport, которое разрабатывает внедорожник под названием Нивы Sport. Будто случайно прототип привезли на рождественскую гонку в Сосновку. Но на парковке машина затерялась, и директору Lada Sport Владиславу Незванкину пришлось подсветить события в соцсетях. Что же известно, дебют Нивы Sport АвтоВАЗ публично анонсировал на весну 2023 года, хотя есть подозрение, что в срок не уложится. На этой мелкосерийной машине опробуют часть решений, чтобы затем постепенно внедрить всё задуманное в основную линейку. Телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что модернизирует интерьер — составные отделочные панели боковин уступят место цельнолитым. Шумоизоляцию салона улучшат полипропиленовые подкрылки в колёсных арках, а в конце года Нивы получат светодиодные задние фонари. Фары останутся галогеновыми, но обзаведутся электрическим корректором. После 2023 года легенда примерит 16-клапанный двигатель 1.6 от переднеприводных моделей. Ради него изменят поперечину передней подвески и усилят трансмиссию. Конструктивные шарниры, редукторы и прочие останутся прежними, но смогут выдерживать больший крутящий момент. А ещё в этом году АвтоВАЗ вернёт на конвейер пятидверную Ниву с индексом 2131, которую не выпускали с позапрошлого года, хотя и не убирали из прайс-листов. К слову, самая известная продукция ателье Lada Sport, помимо гоночных машин, это подогретый седан Vesta Sport. Фотографию прототипа рестайлинговой машины опубликовал паблик Autograd News. У этой Vesta традиционный двойной выхлоп, хотя судьба мотора не ясна. 16-клапанник 1.6 АвтоВАЗ вернёт в мае, но про мотор 1.8 с фазовыращателем не слышно ничего. Тем более, про его форсированную версию для Vesta Sport. Тем временем пусконалавка Vesta на главном конвейере в Тольятти идёт полным ходом. В неделю собирают от четырёх до восьми тестовых машин. Все они с восьмиклапанным двигателем 1.6 и без медиасистем. Впрочем, недавно начали собирать и Vesta с АБС. По нашей информации, из Китая на АвтоВАЗ сейчас идёт плотный поток грузов, включая детали АБС. Завод создаёт необходимый задел, и, вероятно, перезапуск Vesta в марте состоится в срок. Тольяттинская фирма АТС Авто, что прежде занималась газификацией Vesta и Largus, выпустила первую в истории метановую Гранту. Теперь такие машины предлагают и официальные дилеры АвтоВАЗа. В багажнике седана появился 80-литровый баллон, из-за чего объём отсека сократился до 340-литров. В состав системы входит специальный предохранитель и скоростной клапан, которые предотвращают возможность разрыва баллона. Доплата за метановую установку — 45 тысяч рублей. И оснастить ею можно любую машину, будь то седан, универсал или лифтбэк. Главное условие — присутствие кондиционера. На двух видах топлива — бензине и газе — автомобиль преодолевает без дозаправок тысячу километров. Обещано, что применение природного газа позволяет увеличить ресурс мотора, а главное — снизить затраты на топливо минимум вдвое. Бывший завод «Ниссана» в Петербурге, символически проданный Федеральному институту НАМИ, уже в январе-феврале будет не просто передан в управление, а оформлен в собственность АвтоВАЗа. И осенью начнёт ДКД-сборку китайских моделей классов С и Д. Под маркой «Лада» или под оригинальными брендами пока не ясно. Зато Максим Соколов откровенно пояснил, зачем АвтоВАЗ забирает брошенный завод — чтобы не дарить его конкурентам. Чтобы не было неконтролированной канабализации с нашим модельным рядом. То ведь что получается? Мы вкладываем большие инвестиции, как я уже сказал, 40 миллиардов только в следующем году, а запуск по развитию Гранты или платформе Веста в целом будет даже на вскидку более 60 миллиардов. Вкладываем в новую продуктовую линейку, а потом приходят непонятные нам китайские бренды, договорившись на пустующих мощностях сборки низколокализованных автомобилей, на которые ещё планируется иногда в низком ценовом сегменте ниже двух миллионов давать государственную поддержку. И они начинают поджирать как бы тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги. По мнению Максима Соколова, участвовать в государственных программах должны автомобили, локализованные более чем на 2000 баллов по методике Минпромторга. На дофевральском рынке такой уровень демонстрировали только Лады, УАЗы, плюс Рене Логан и Дастер. По полторы тысячи баллов набирали петербургские Хёнда и Кеа, да калужские Поло и Рапиды. Продукция других заводов и того меньше. Вот я считаю, такие модели высоколокализованные нужно поддерживать. Этот скачок должен происходить постепенно, когда будут сделаны соответствующие инвестиции в развитие российской автомобильной промышленности. Когда эти инвестиции будут сделаны, но не под будущее, а до этого надо просто показывать впереди эту морковку. За последний год в России запустилось сразу несколько отверточных конвейеров, которые, несмотря на низкий уровень локализации, уже получили или активно претендуют на государственную поддержку. Она должна быть направлена на только те модели, которые имеют высокую долю локализации. Ну уж точно выше, если говорить о 719-м постановлении, выше двух или даже двух с половиной тысяч баллов. Потому что все остальное вылетает, как я уже говорил, в трубу. Она идет на поддержку тех продуктов, прибавочная стоимость которой создается за территориями Российской Федерации. О ком идет речь, понять нетрудно. С подачи журналистов в разговоре упоминался тульский Хавейл. Но вспоминается «Москвич» и «Липецкий Эвалют», сходу получивший доступ к программе субсидирования кредитов на электромобили. На петербургском заводе компании «Хёнде» стартовал процесс увольнения персонала — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников. Расторгнувший договор по соглашению сторон получит несколько месячных окладов компенсаций. Напомним, что компания «Хёнде» решила сократить большую часть персонала российского автозавода «Хёнде» Motor Manufacturing Rus. Там методом полного цикла собирались седаны Solaris, кроссоверы Creta, а также семейство Kia Rio. Само предприятие остановилось 1 марта по причине разрыва логистических цепочек, вызванного антироссийскими санкциями. В простое, по официальным данным, сейчас находится 2200 работников, а ещё около 300 продолжают работу. Они, как подтвердили сразу несколько источников, заняты штамповкой, сваркой и окраской кузовов для алма-атинского конвейера «Хёнде Транс Казахстан», где недавно возобновилась сборка Solaris, правда, под именем «Акцент». Между тем, вторым петербургским заводом «Хёнде» в Шушарах заинтересовалась казахстанская компания Astana Motors, заявляет телеграм-канал «Русский автомобиль». До 2020 года этой площадкой владела компания GM, заморозившая здесь производство ещё весной 2015-го. Корейская «Хёнде Мотор» выкупала конвейер под проект расширения производства, предполагая наладить сборку кроссоверов «Хёнде Туссон» и «Кия Спортэйдж», а также «Хёнде Полисейд». Но до перезапуска предприятия дело, как видим, не дошло. Под какие цели казахстанская компания может выкупить бывшую площадку GM, пока неизвестно. Однако, как пишет ресурс, в Санкт-Петербург прибудет глава фирмы Astana Motors Бек Нурнисибаев, который будет вести переговоры лично. Собственно, завод «Хёнде Транс Казахстан», где возобновилась сборка солярисов, как раз принадлежит Astana Motors. И казахстанским бизнесменам было бы логичнее интересоваться головным производством на севере Петербурга. Но очевидно, что заводы в Каменке стоят гораздо дороже. В любом случае, до появления официальных комментариев эта информация остаётся неподтверждённой, а значит, и искать логику преждевременно. Между тем, в Алма-Ате также планируют наладить выпуск кроссоверов «Хёнде Крета», сообщают тамошние СМИ. И это вполне логичный шаг — штамповать, сваривать и окрашивать кузова также будет петербургский завод «Хёнде». За счёт отгрузки кузовов Astana Motors российский офис южнокорейской компании пусть частично, но покрывает убытки от простоя своих мощностей. Плюс электрификация всей страны. Крымское объединение «Эль Кафа» создаст чистый электромобиль на базе уазовской буханки. Об этом телеканалу «АвтоПлюс» рассказал председатель ассоциации «Рус Транс Электро» Михаил Димурия. В экспериментальной модели останутся штатная трансмиссия и раздаточная коробка. Но для работы тормозной системы и гидроусилителя руля придётся внедрить вакуумный насос и отдельный электромотор. Место двигателя внутреннего сгорания займёт электрический отдачей 104 силы. Его максимальный крутящий момент составляет внушительные 320 ньютон-метров, хотя бензиновый атмосферник выдаёт только 200. Масса машины вырастет на полтора центнера, но разрешённый максимум не будет превышен. Тяговую батарею ёмкостью всего 39 кВт-часов смонтируют под полом кузова. На одном полном заряде запас хода должен составить 300 км. Понятно, что заявленная дальнобойность — чистая утопия. И сам проект выглядит несколько утопичным. Хотя, как уверяет господин Димурия, инженерную поддержку оказывает непосредственно Ульяновский автозавод. На самом деле, проектов электрификации внедорожников УАЗ сейчас существует несколько. Например, электрогрузовик ЭВМ-Про на основе стандартного профи. Его 90-киловаттного аккумулятора должно хватать на 200-300 км. Так вот, эту модель планируют продавать по цене порядка пяти миллионов рублей. И вряд ли батарейная буханка окажется существенно дешевле. И кому, может быть, нужна такая машина? Разве что энергетикам. Но это не точно. Субтитры создавал DimaTorzok